Жертва Исаака Жертвоприношение Исаака Как золотая жила Настоящая золотая жила В которой сокрыто огромное сокровище Вы знаете, что такое золотая жила, да? В шахте, где добывают золото Место, где сосредоточено золото И его здесь много Бытие 22 глава Собственно, есть такая жила Знаете, в чем Огромное заблуждение западных проповедников И современные западные проповеди Знаете, о чем мы меньше всего говорим в церквях? О кресте О кресте Люди хотят научиться Получать Богословение от Бога Как христианство может помочь мне Получить желаемое При этом Людей совершенно не интересует Перспектива Что-то отдать Но крест Как раз и связан с тем, что мы Что-то отдаем Не только Наркотики Или безнравственности Или эгоизм Или обман Нет, это Далеко не все Да, это часть креста, конечно, может быть Но В любом случае Это обычная нравственность Всякий нравственный человек Всякий, кто хочет жить нравственно Верующий или неверующий Готов будет Отказаться От всех этих пороков Но что же отличает крест На кресте мы отдаем Ради славы Божьей Не только плохое Но и хорошее Желанное А возможно и все Что для нас было желанным Доказательства этого Мы находим на кресте Иисуса Христа От чего отказался Сам Христос От каких пороков Да не от каких Потому что В его жизни Все было хорошее Он отдал свою жизнь Жизнь его была совершенна Жизнь исцеления Жизнь милости Жизнь восстановления Жизнь воскресения Жизнь истины Жизнь научения Жизнь ободрения Жизнь восстановления Разбитых сердец Он отказался От права Царства в Израиле Отказался От престола Давидова Представьте себе Каким благом Все это могло бы стать И для иудеев И для всего мира А он отказался От этого блага Бог Требует Чтобы Авраам отказался От благого От желанного Вот это и есть Картинка Креста Предвестник Креста В Ветхом Завете Человек должен Отдать Тот благой дар Который в свое время Получил от Бога Дар Обещанный Об этой ситуации Можно Размышлять На нескольких Уровнях Как-то Проповедовал Я в одной Западноевропейской Стране На церковной Выездной конференции Меня пригласили туда Мои знакомые Из этой церкви Убежденные верующие Но Мне сказали И эти люди Мне сказали И пастор повторил Что в церкви Много неверующих Я читал серию проповедей По Жизни Авраама И вот Когда мы дошли До 22 главы Главы книги Бытие Один из присутствующих Я не знаю Верующий он или нет Очень Вознегодовал И он говорит Почему Бог Себе такое позволяет Почему Бог Позволяет себе Такие жуткие вещи С этим человеком делать Зачем Нужно совершать зло Чтобы получилось добро Вот какой вопрос Задал мне этот человек При всех собравшихся Вот что я ему ответил Во-первых Я думаю Сам Авраам Это себе сделал Он сказал Я не могу это доказать Но я знаю Что Что посеешь Что и пожнешь Как вы думаете Какие мысли Могли появиться В голове Авраама Когда Бог потребовал Чтобы тот Отдал жертву Принес в жертву Своего сына А у сына Это детей Еще не было Но чтобы Испомнилось Божье обетование Должен был Будь ребенок Авраама Потом У него должны Быть внуки Правнуки И так далее Если у Исаака Так детей Не появилось То обещание Не исполнится Мы знаем Что Авраам Не поддался Искушению Он не поддался Сомнениям Из посланий к евреям 11 глава Мы знаем Что Адам верил Если он даже Убьет Исаака Господь Воскресит его Из мертвых Вера Авраама Распространялась Дальше И шире Биологической жизни Исаака Потому что он Верил в воскресение Именно поэтому Так важно Чтобы и наша С вами Вера была Больше Выше И шире Биологической жизни Чтобы мы верили В воскресение Бог не подведет нас Бога целая вечность Чтобы нас благословить И мы хотим Это благословение Вечности Порой может показаться Да зачем мне вечность Я хочу благословение Сейчас Без благословения После смерти Я уж как-нибудь Обойдусь Но знаете что Когда Смерть Приблизится Вы почувствуете Что не обойдетесь После того А когда уже будете умирать Вы тем более Не обойдетесь А после смерти Ни о чем другом Кроме Посмертного благословения Вы уже думать Не сможете Но как же Авраам Навлек это сам На себя О чем думала Сара Авраам Попытаться Мог ли дьявол Попытаться Искусить Авраама И заставить его Полагать Будто Сара его предала Что Сын Не от него Нет Авраама Именно поэтому Сейчас его нужно Убить Я не могу доказать Я не могу доказать То что сейчас говорю Потому что Библия Об этом напрямую Не говорит Но предполагаю Что среди прочего Происходит Тут и следующее Я думаю Это не самое важное Не самое главное Но все таки Это происходит Авраам Пожинает То что в свое время Посеял В отношениях с Сарой Я не могу Этого доказать Но Не удивлюсь Если попав В рай Попав в небеса Мы выясним Что Авраам Полагал Будто ему Придется Убить своего Сына Ровно Столько же Минут Сколько Сара В свое время Полагала Что Авраам Ее оставил Навсегда И В любую минуту В любой момент Неизвестный мужчина Войдет В этот шатер В эту комнату И меня изнасилует Но и это Еще не все Мы читаем По-русски Бог Искушал Авраама По-английски Бог Испытывал Авраама Бог хотел узнать Сколь велика Вера Авраама Я говорил вам Что Это изучение Может оказаться Опасным Вот почему Это не значит Что убийство Исаака Авраамом Было бы Поступком Справедливым И праведным Нет Это значит Однако Что Бог Ведь никогда Не потребует От нас Неправедного Несправедливого Несправедливого Поступка Авраам убил Своего сына Бог хотел испытать Веру Авраама Но Бог Хотел большего Бог хотел Показать ему Аврааму Каково Это Быть Богом Потому что Сам Бог Отдал Жертву Своего сына До конца Сына своего Единородного Сына возлюбленного Сына Которого Он любит И вот что Важно понять Бог Любит Сына Сильнее И крепче Чем мы Способны Кого-либо Любить Но и это Еще не все Задумайтесь О человеке Которого Вы любите Больше И сильнее Других Бог Любит Этого Человека Сильнее Чем вы Помните Я говорил Вам о том Что когда Бог сотворил Мир Сотворил Вселенную Он создал Серию Параллельных Реальностей Во Вселенной Указывающих Нам на Реальности Небесные Отцы И сыновья Матери И дочери Матери И дети Мужья И жены Их Отношения И то Как эти Отношения Указывают На Реальность Небесную Бог сотворил Нас по Своему Образу По Образу Своему Настолько Что мы Можем Иметь Отношения С Ним И осознавать Эти Отношения Бог Обращается К нам И мы Его Понимаем Именно Именно Потому Что Он Создал Нас По Его Образу Он Любит Нас И мы Отвечаем Взаимностью Именно Потому Что Он Создал Нас По Его Образу Это Все Конечно Так Но В какой-то Момент Начинаешь Понимать Что Бог Больше Всего Похож На Нас Именно Там Где Меньше Всего Этого Сходства Ожидаешь Еще раз Помните Про Перевертыши Да Мы Сотворены По Образу Божию Но Нет Бог Не Сотворен По Образу Нашему Бог Не По Образу Нашему Я Взял На Себя Смелость Принимать Решение И Судить По Возу Какие Самые Главные Места В Ветхом Завете В Новом Завете Никто Мне Этого Не Поручал Но Раз Уж Начал Так Буду Продолжать Я Не Знаю Какой Стих Самый Важный В Новом Завете Но Могу Сказать Могу Назвать Стих О Котором Говорится Все Что Необходимо Понять Для Понимания Сути Евангелия Этот Стих Послание К Римлянам 8 Глава 32 Стих Римлянам 8 32 Этот Стих Непосредственно Связан С Книгой Бытие 22 Глава Помните Мы с вами говорили Бог Больше всего Похож на нас Как раз В данном случае В том что Он Наш Отец Мы его дети У нас тоже есть Отцы и матери У нас тоже есть дети Мы можем это осознать Мы можем это По аналогии По крайней мере На себе ощутить Мы можем Увидеть Как рассуждает Бог Даже по аналогии Но вот что Говорится В Римлянам 8 32 Тот Который Сына своего Не пощадил Тот Который Сына своего Не пощадил Но предал Его За всех Нас Как С Ним Не дарует Нам И всего Мы как Боги Да Мы подобны Богу Потому что Бог Отец Мы Отцы У нас Дети Мы знаем Что такое Сердце Отца Мы знаем Что такое Сердце Матери Подождите Подождите Да Мы знаем Он тоже Отец У него тоже Сын Но он То своего Сына Не пощадил Как поступает Отец Отец Все свои силы Все свои Стремления Направляет К тому И Всеми Фибрами Души Желает Того Чтобы Защитить Своих Детей Чтобы Ничего Страшного Ничего Плохого С детьми Не произошло Чтобы Жили Дети Тот Убить 12 полотен Рембрандта Извести Извести Нам Куда Лучше Внешнего Вида Любого Из его Современников Знаете Почему? Потому Что Рембрандт Обожал Рисовать Автопортреты Он Нарисовал Их Более Пятидесяти Он Очень Любил Рисовать Себя Поэтому Его Внешний Вид Нам Гораздо Более Известен Чем Внешний Вид Любого Представителя 17 века У него Были Пламенно Рыжие Волосы Вот На Картине Воздвижения Креста Мы Видим Иисуса На Кресте Его Окружают Люди Поднимают Крест В самой Середине В самом Центре Картины Один Из Тех Кто Возносит Иисуса На Кресте Это Человек В синей Шапочке Художника И Под Этой Шапочкой Видны Огненно Рыжие Волосы И Лицо Художника Рембрандта Что Он Тем Самым Говорит Он Говорит Это Я Я Его Распинал Я Виновен Нам Не Безразлично Современная Церковь И У нас Есть Что Ей Предложить Поддержите Наш Проект Молитвой Финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы Можете Найти На Сайте 3wtvseminary.com На Другой стене Две картины На ветхозаветные Сюжеты И В том числе Жертвоприношение Исаака Рембрандт Запечатлел Тот самый момент Когда Ангел Приходит К Аврааму Протягивает К нему руку Мы видим Ошеломленное Выражение Лица Авраама И Он Уронил Нож Нож Завис В воздухе Потому что Ангел Коснулся Его рукой Знаете В чем сильна Эта картина Как раз Ошеломленным Выражением Лица Авраама Падающий Нож И еще Обнаженное Горло Обнаженная Глотка Исаака Исаак лежит На жертвеннике Руки У него Связаны Сзади Левая Рука Авраама Занесена Над Лицом Мальчика Юноши Нож Готов Горло Готово Но Бог Вторгается В эту Ситуацию Но Я уже Забегаю Вперед Давайте Вернемся Назад Готово Субтитры подогнал «Симон»